Традиционно в этот день по всей России проходит акция «Бессмертный полк». Шествие охватывает около 500 городов и населенных пунктов. В День Победы на центральной улице Махачкалы вышли тысячи дагестанцев. С подробностями мероприятия Луиза Раджабова. Нет России семьи таких, где бы не было памяти на своих героях. Лучшее подтверждение этим словам – это многочисленные портреты. Сегодня главное – это память, слова благодарности. Особые поздравления ждут ветеранов, тех, кто пережили страшные события военных лет. Улицы уже переполнены людьми, кто-то с пилотками, кто-то с флагом. Также есть георгиевские ленточки. Все они вышли под звук оркестров и прошли уже почти все центральные улицы нашего города. Я держу портрет нашего знаменитого земляка. Это Исмаилов Абдулхаким Исакович. Он первым водрузил знамя над поверженным Рейхстагом. Он из селения Чагарутарха Савюртовского района. Мы помним, мы гордимся. С праздником Победы, друзья! Чтобы почтить память, ежегодно на улицы Махачкалы выходят тысячи. В этом году желающих присоединить фотографии из своих воинов к беспертному пауху еще больше. Многие портреты несут целыми семьями. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Черно-белые фотографии навсегда молодых лиц несут их сидеющие дети. Совсем молодые правнуки. История рядовых и офицеров, безусловно, это часть семейных историй, которые бережно хранятся. И пусть у кого-то не осталось даже фотографии, только имя и фамилия солдата. Такие таблички в руках дагестанцев очень важны. Главное, пронести память о своих героях. Сегодня я пришел в достоинство чести моего прадедушку, которого зовут Магомед Абдулаевич. Он является участником Великой Отечественной войны. Я очень горда за своего прадеда, потому что он с честью и достоинством прошел этот термистый нелегкий путь. Он служил разведчиком в Житомире, на Украине. И однажды, когда их с товарищем отправили на разведку, он решил спрятаться в избе у русской женщины. Мой дед остался в живых благодаря находке, находчивости русской женщины. Когда немцы делали очередную разведку, он с его товарищем, переодевшись в русский царафан и укрывшись одеялом на печи, остались в живых, благодаря тому, что немцы побоялись подходить к ним, так как думали, что они больны типом. Так вот, немцы ушли, прадед остался в живых, продолжил свой путь войны, прошел войну до конца. Сейчас он, к сожалению, не от снамя в живых, однако мы его очень любим и чтим его память. Закончил свою шестую колонну на Рудовском бульваре, где прошел концерт военной песни. Отметим, бессмертный полк прошел по улицам Махачкала очередной раз. И участников с каждым разом все больше. Луиза Раджабова, Салмаги Тихмаев, новости ННТ, Махачкала.